Для борща мы берем картофель, который сейчас стоимостью у нас от 60 до 45 рублей. Была свекла по 100 рублей, сейчас она 60. Морковь также опустилась в цене, была по 100, стала 60. На летней площадке центрального рынка оживление. Поспел новый урожай плодовочной продукции. По словам продавца из Тамбова, цены на российский картофель сохранились на уровне прошлого года. Это уже лет 5, наверное, 6, цена одна этажка, то, что вообще цены не поднимают. 40, 35, 50 она всегда. Если цены на картофель относительно стабильные, то на морковь, лук, капусту месяц-два тому назад неожиданно устремились вверх. Скачок цен заметили на самом верху. 19 июня на совещании, посвященном ситуации с ростом цен на продовольствие, президент отметил, что особенно остро стоит вопрос с подорожанием базового набора продуктов, так называемого борщевого набора. В него входят капуста, картофель, лук, морковь и свекла. Глава государства поручил Федеральной антимонопольной службе активнее проверять торговые сети и не допускать завышения цен. С этого же дня «Единая Россия» начала проводить свой мониторинг. Промежуточные итоги подвел депутат Мособлдумы Владимир Шапкин. Начиная с 19 июля и по сегодняшний день мы провели достаточно большое количество мероприятий, в том числе и рейдов по нашим торговым сетям. Со стороны администрации городского округа проведены были соответствующие консультации, совещания и мероприятия с торговыми сетями, которые работают непосредственно в городском округе Челково. Результаты мониторинга обнадеживающие. Рост цен на овощную продукцию прекратился. Управлением потребительского рынка еженедельно проводится мониторинг цен в сетевых магазинах. Контрольные надзорные функции у нас есть у прокуратуры. Мы эту информацию предоставляем. На сегодняшний день нарушений по превышению цен по минимальным ценам их нет. Строгий спрос сетевого ритейла, для которого Минэкономразвитие рассчитало рекомендованные цены. Если мы приходим, у нас лежит картофель. На него должна быть определенная минимальная цена. Например, 50 рублей. У них должен быть наличие этот картофель. Уже 65-70 – это уже определенные марки. Но минимальный ценник на картофель должен быть обязательно в сетевом магазине. Соблюдают ли ценовые рекомендации сетевики, проверила «Молодая гвардия Единой России». По их данным, со второй декады июля цены на продукты с борщевого набора неуклонно снижались. Почти вдвое – на лук, на 20% – на свеклу и капусту. И только цена на привозную морковь три недели подряд держит планку в 69 рублей. Таким образом, классический борщ на 8 порций, приготовленный из 400 граммов говежьих ребрышек по цене 429 рублей за килограмм, приправленной чеснокомой и томатной пастой, обойдется хозяйке в среднем в 320 рублей. Принятые меры на федеральном, региональном и местном уровне имеют на сегодня результат. Но мы должны проинформировать жителей о том, насколько эффективна была работа за этот период всех соответствующих структур органов власти, общественного контроля и в сравнении с параметрами прошлого года. Как отметил Владимир Шапкин, «Единая Россия» продолжит вести мониторинг на жизненно важные продукты питания и распространит контроль на сезонные продукты сельхозпроизводителей. Михаил Налютов, Валерий Жеглей, Щелковское телевидение.